Девушки отдыхают В первую очередь потому, что считаем, что приговоры по делу сети несправедливы. На днях вышла статья «Медуза», которая что-то разоблачает и прочее. Но опять же, ребят судят не за то, что им предъявляют статьи, а судят за то, к чему нет никаких доказательств, сроки непомерные. Ну и в целом за поли заключенных, то есть не только по делу сети. То есть нужно объединяться и всем сказываться на эту тему. Ну я считаю, что это касается каждого. И дело сети, и дело нового величия, и московское дело, и дело ФБК, и все эти репрессии, которые мы наблюдаем сегодня, это все не касается только тех, потому что никого они ведутся. Это люди во многом случайные. На их месте может и касаться любое. Государство поступило к репрессированию своих граждан. Причем сначала все это начиналось под флагом борьбы с утроправым движением. Единственное, утроправое движение было достаточно опасным в десятых годах. Ну потом скрутили правых. Наше государство поняло, что больше террористов нету, а программа по борьбе с терроризмом запущена. Я считаю, что сегодня нам нужно, может быть, даже отбросить какие-то свои политические разногласия, потому что кто-то за демократов, кто-то за красных. И в первую очередь противостоять вот этой невыносимой жестокости системы. В первую очередь мы должны понимать, что мы защищаем сейчас конкретных людей, а не свои политические взгляды. Как считаете, поможет ли общественный резонанс с фигурантом дела? Думаю, что общественный резонанс это всегда хорошо. Печально только то, что этот резонанс появился уже после вынесения приговора, а не до его. Потому что если бы такая общественная движуха пошла бы до вынесения приговора, возможно, что сроки были бы и меньше. Я считаю, что на сегодня в России это единственный эффективный инструмент добиться справедливости и правосудия. Только он и может помочь, потому что власти сто раз доказаны. Вот эти все люди, которые говорят, мы там шепнули кому-то, мы там зашли, мы там что-то... Это все, конечно, происходит тоже. Это я как депутат вам говорю, что как человек, который, может быть, выше, чем обычный, туда вот к этим, я не могу назвать, к небожителями, но вот к этим людям, которые принимают какие-то решения, потому что, понимаешь, их принимают не суды. Вот, конечно, только общественный резонанс, потому что если бы они руководствовались здравым смыслом, они бы этого чудовищного, ну, беспредела не творили бы. Они руководствовались, с моей точки зрения, двумя вещами. Либо здравым смыслом, очень редко, либо страхом. Вот, значит, если мы не можем дать мозгов достучаться, либо мозги атрофированы полностью от безнаказанности, несменяемости, богатства, собственно, на Воронова, то, значит, мы должны их напугать. Напугать их может только народ. Вот, и причем самые обычные люди, в этом смысле, с одной стороны, а с другой стороны люди, которые не вовлечены в политику. Да тут поможет, по-моему, смена режима полностью. Поэтому, ну, в общественном резонансе дело хорошее. Вообще уже пора становиться народом, а перестать быть населением. Тут момент в том, что если бы они были, например, там, Иваном Голуновым, там, известным либеральным журналистом, то могло бы помочь. А так как ребята сами по себе изначально неизвестны, не раскручены, то не факт. Но нужно пытаться в любом случае. Вот, например, я их особо напугать не могу, потому что я, в общем, давно и последовательно выступаю против этого политического режима, и это не будет новостью. Но когда выходят люди, которые раньше не занимались политикой, или люди, которые, особенно, так называемые, лидеры общественного мнения, широко известные, но тоже не соприкасались с политикой, и поднимают свой голос, это очень важно. Это очень важно. Только это вместе и складывается в общую победу. Как вы воспринимаете членов сети? Кто они для вас? Пацаны, господи, малолетки. Я смотрел видео, там ни о чем. Штурм старого сарая, дальше там с гранатами, с бутылками, с зажигательной смесью, выдается за атаку, не знаю, на башню власти, но это как-то слишком, на мой взгляд. Знаете, для меня члены сети не имеют никакого такого персонального какого-то значения, потому что там различные темные истории про них рассказывают, но я исхожу из тех позиций, что, во-первых, правом человека обладает каждый человек от рождения. Ни один из людей не должен подвергаться пыткам, ни один из людей не должен подвергаться вот такому судилищу без доказательств, без выстраивания нормального обвинения. И ни один человек за свои убеждения не должен садиться на 20 лет в тюрьму. Все остальное значение не имеет. Вот если бы их судили за что-то конкретное, предположим, подготовка теракта, это было бы совсем другое. А вот за мысль преступления, с пытками, унижениями, судилищами, фабрикациями, это недопустимо. И это то, что угрожает не конкретно человеку из вот этого дела, это угрожает всему обществу и всем нам, потому что все мы рано или поздно можем стать жертвой стремления какого-то майора к получению своих звездочек. Мы их видим как своих товарищей, потому что мы тоже анархисты. И, естественно, мы понимаем, что эти репрессии могут коснуться любого левого активиста. Подобным образом может быть раскручен любой человек, могут быть подкинуты любые доказательства, выбиты любые признания. И поэтому для нас очень важно сегодня находиться здесь и поддерживать фигуранты дела сети. Тут приличные люди цитируют пастора Мартина Нембеллера. И как же хорошо, что мы не такие и выскажем свое мнение в предельно простой форме, без цитат. Знаете, почему мы так злы на левых? Особенно мы злимся на коммунистов. А все просто. Отношение к делу сети – это настоящая лакмусовая бумажка. Вашего отношения к действующей власти. Это отражение ваших намерений. И пока по чатикам и пабликам левые обсуждают, можно ли поддерживать анархистов и не зашквариться при этом, ребята из дела сети отправятся отсиживать свои конские сроки. Ну а вы продолжите изучать публикации «Медузы», продолжите писать простыни текстов в своих уютных чатиках, будете спорить, будете искать нужные цитаты в трудах классиков. Мы же наблюдаем полярные мнения. Вот, дело полностью сфабриковано, они не виновны. Да, мы не поддерживаем террористов. Так и мнение ближе к экватору. Но да, они террористы, но зачем такие сроки? Давайте не будем врать себе, переведем вашу позицию на простой русский язык. Ведь есть всего три варианта. Первый, я против действующей власти. Второй, я идиот. А третий, я, наверное, против действующей власти, но я трус. И мы не знаем, какой из последних двух вариантов нам противен сильнее. Ну а пока за ребят на улицу вышли анархисты, либералы и просто неравнодушные люди. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok